Как сделать так, чтобы желания исполнялись? Посмотрите на детей. Большинство из них – мастера по загадыванию и исполнению желаний. Почему у них так хорошо получается? Потому что они искренне, чувственны, непосредственны и мыслят образно. Именно в этом и есть весь секрет исполнения желаний. Давайте сформулируем несколько простых правил загадывания желаний, чтобы они исполнялись. Желания обязательно должны быть искренними, от души, от сердца. То, что вы желаете, должно быть важным, сокровенным, не пустяковым и не мелочным. Желанию нужно помочь материализоваться. Для этого его надо произнести, написать, нарисовать и описать. В общем, каким-то образом его нужно достать из головы, проявить, принести в явный мир. При загадывании желаний не стоит использовать прошедшее время и отрицательную частицу «не». Вместо этого используйте настоящее время и утвердительную форму. Будь то желание уже есть факт настоящего. Вот оно уже у вас. Желание должно быть образным. Его нужно сопроводить яркой картинкой, мысленным образом, детальным, точным, чувственным. Для этого представьте желание. Как оно исполняется, как вы себя при этом чувствуете. С ароматами, тактильными, звуковыми и зрительными эффектами. И как можно более точно, ярко. Самое главное – окунуться в это ощущение исполнения желания. Сделайте это искренне, как будто мысленно погрузитесь в это чувство. Задержите его на несколько секунд, а лучше дольше. То, что вы ощущаете, не должно противоречить тому, что желаете. Как ведь бывает. Хочет девушка замуж, искренне того желает, от всего сердца, но страдает и печалится, что одиноко. Вот такой образ и такие ощущения она посылает миру. То и получает. Повторите пару-тройку раз мысленный опыт в воплощении желанного. Закрепите связь между образом, чувствами и вашим телом. Создайте такую реальность, в которой вы счастливы, а ваши желания исполнены. И тогда эта реальность станет частью вашей жизни. Здесь, конечно, есть защита от дурака. Как же без этого? Мало ли, что люди иногда желают. В сердцах можно много чего нажелать себе и другим. Для таких случаев есть естественное отсеивание. Во-первых, нет повтора мысленного опыта. Во-вторых, образ от эмоций часто размытый, неконкретный. В-третьих, наш мир мудрый и добрый. Он не помогает алчным, злым, ничтожным, мелочным людям и существам. А потому их желания, если избываются, то не в том виде, в котором изначально задумывались. Внешние силы вмешиваются и все образуется, выравнивается. А бывает, что желание человека – это часть большего замысла. Тогда все идет как по маслу, и желания сбываются легко, радостно и своевременно. В любом случае, создавайте добрые и светлые образы, загадывайте благостные желания, творите добро. И мир всегда будет помогать вам, а ваше желание обязательно исполнится. Автор – Анна Киран.